Спасибо, уважаемые коллеги, вообще за создание вот этого направления и этой секции репродукции и онкологии. Это крайне важное, крайне трудное направление и для онкологов, и для нас, специалистов, которые занимаются в области репродукции человека. И действительно, мне хотелось бы высказать свое мнение на этот счет и поделиться своим некоторым опытом, который мы, в общем-то, приобретали вместе с Анастасией Анатольевной, впервые занявшись вопросом репродуктивной функции у женщин, имеющих рак молочной железы. Во многом мои слова будут повторять те высказывания, которые сделала в своем прекрасном докладе Ольга Владимировна, но, в общем-то, и хотелось бы все-таки наметить какие-то перспективы, что мы должны делать дальше. Потому что я позволю себе напомнить о том, что термин «онкофертильность» – нерусское слово – впервые вошло в нашу практику еще в 2006 году. Это предложила Тереза Вудруф как междисциплинарное направление, которое способно сохранить и обеспечить реализацию репродуктивной функции у онкологических больных. Конечно, тогда это, может быть, звучало и для нас несколько необычно, потому что мы, врачи, привыкли к тому, что онкологическое заболевание – это, в общем-то, вопрос выживания человека, а не вопрос репродуктивной функции. Но достижения онкологии, прежде всего, позволили, и работа онкологов позволила изменить точку зрения. И сейчас женщины, которые, в общем-то, имеют онкологическое заболевание, способны, благодаря лечению этого онкологического заболевания, иметь стойкую ремиссию. И, естественно, они способны жить, и, естественно, у них возникают все жизненные потребности, и наиболее важная и главная из них – это потребность рождения детей. Но парадокс заключается в том, что выражение «рак помолодел» – оно общеизвестно на сегодняшний день. Он действительно помолодел. А вот деторождение значительно постарело. И вопрос о деторождении наши женщины ставят после 30 лет уже. И поэтому женщина, которая заболевает таким тяжелым заболеванием, в общем-то, не имеет детей. В этом заключается определенный компромисс, потому что, с одной стороны, это жизнь пациентки, с другой стороны – ее репродуктивные функции. Это действительно компромисс, потому что успехи онкологии – это достаточно стойкая ремиссия того и иного онкологического заболевания, с моей точки зрения. И мы должны строиться в эту ремиссию и обеспечить, в общем-то, какую-то реализацию в дальнейшем репродуктивной функции, отсроченное деторождение тем или иным способом. И, конечно, в первую очередь, это вопросы криотехнологии, и Ольга Владимировна прекрасно об этом говорила, они помогают сохранить эту репродуктивную функцию. Но зависит, конечно, характера патологии и метода лечения. И стадии заболевания. Это прерогатива онкологов. Онкологи все-таки имеют возможность, они прекрасно знают, и прогнозировать течение заболевания. Будет ли это ремиссия, можно ли надеяться на то, что женщина будет жить или нет. Это очень важно. Может быть, это звучит негуманно, но уже к нам сейчас обращаются пациентки, которые имеют запущенные формы рака с метастазами и прочее. И этот вопрос криоконсервации носит, может быть, гуманистический характер, но стоит ли это делать. И второй очень главный вопрос для нас, как специалистов, занимающихся репродукцией, это возраст пациентки. И я вам приведу данные о эффективности программ вспомогательной репродукции в зависимости от возраста. Они общеизвестны совершенно. Мы не боги, и мы не способны обеспечить наступление беременности у женщин практически после 40 лет. И об этом свидетельствуют вот эти данные, что в период 40 до 42 лет частота наступления беременности в программах ЭКО составляет лишь 17%. После 43 лет мы не можем получить беременность с собственными ацитами, с собственными яйцеклетками. И когда онкологи нам посылают женщин 43, 45 и старше лет, к сожалению, мы ничего сделать не можем. И этот фактор, он крайне важный, это абсолютно значимый фактор для нас. Сохранение генетического материала. Прекрасно сказала Ольга Владимировна, что мы можем сохранять. Мы можем консервировать ациты пациентки, мы можем консервировать эмбрионы супружеской пары, мы можем консервировать ткань яичника. Что, когда и зачем? Вот получение ацитов. Когда онкологи посылают к нам пациентов, которые перенесли рак и находятся после лечения, они говорят, забери или перед лечением заберите клетки, то есть только ни в коем случае не стимулируйте яичники, не назначайте гормоны. Что значит не назначайте гормоны и какие гормоны имеются в виду? Мы половые стероиды не назначаем. Но, опять-таки, я хочу повторить, что это компромисс. Мы должны обеспечить все-таки женщинам, имеющим тяжелые заболевания, какие-то реальные возможности для репродукции. Реальные совершенно. И если мы будем получать клетку в натуральном так называемом цикле, то это нереальные возможности. То есть мы должны стимулировать яичники, натуральные циклы рассматриваются, но и так называемые программы in vitro maturation, IVM, то есть доращивание ацитов, получаемых незрелыми. И второе направление – это криоконсервация тканей яичников, которая может осуществляться в плане трансплантации консервированной ткани или других методик. И я об этом попрошу сказать своего коллеги, потому что это новые методики, и очень важно с ними познакомиться. Это выделение из ткани яичников, выделение незрелых клеток и антральных волликулов, и доращивание инвитера с получением зрелых ацитов, которые могут быть консервированы, могут быть оплодотворены и консервированы. То есть арсенал возможностей в настоящее время у репродуктивной медицины достаточно широкий. Нужно только правильно выбрать то, что мы можем сделать и должны сделать, опять-таки, для реальной обеспечения деторождения. Итак, стимуляция яичников. Итак, то, что говорят онкологи, только ни в коем случае не назначайте гормоны. То есть мы можем получить яйцеклетки в стимулированном цикле, в натуральном цикле и в цикле, когда мы извлекаем незрелые клетки. И какая же эффективность тех или иных процедур? В стимулированном цикле мы можем получить несколько ацитов, и, как говорила Ольга Владимировна, до 10, а иногда больше. Мы можем их оплодотворить и консервировать эмбрионы. Это реальная возможность для женщины в последующем иметь беременность. Да, это реальная возможность. Но какие опасности – это именно высокие уровни эстрогенов в так называемом преавуляторном периоде, потому что стимуляция ведет именно… Это смысл стимуляции. Рост нескольких фолликулов и высокие уровни эстрадиола. Это опасно для течения онкологического заболевания? Этого никто не знает. Этого никто достоверно не знает. То есть путем стимуляции мы можем реально помочь пациентке, но мы не знаем, насколько это опасно. И вот пример такой, что в естественном цикле без всякого онкологического заболевания на одну клетку частота наступления беременности крайне низкая. А здесь мы говорим о женщине, которая имеет единственную возможность на сегодняшний день сохранить свой генетический материал. Здесь представлена работа, которую мы выполняли вместе с Анастасией Анатольевной, у женщин с раком молочной железы. И представлены те протоколы, которые мы использовали. Первый – это натуральный цикл. Второй – это классический протокол, который мы используем для стимуляции. Третий – это тоже классический протокол с другим агонистом, аналогом. И третий – протокол, который мы использовали с ингибиторами ароматазы, анастрозолом. Вот результаты, которые мы получили. Действительно, при стимуляции уровень эстрадиола гораздо выше. Вот первая колонка – это уровень, проявляторный уровень эстрадиола в натуральном цикле. И причем, когда мы использовали ингибиторы, литерозол или анастрозол, уровень эстрадиола – это четвертая группа. Он тоже был выше физиологического. Он был выше. Но стимуляция позволила нам получить эмбрионы и их консервировать. И число консервированных эмбрионов было от 2 до 6. При отсутствии стимуляции, когда мы пытались брать яйцеклетку в так называемом, ну, в естественном цикле, 0,6 ацитов эмбрионов мы получили для консервированных. То есть встает вопрос, что реально. Вот это проявляторный уровень эстрадиола при различных вариантах излечения ацитов у женщин с раком молочной железы. Да, эстрадиол повышен, но на сегодняшний день мы имеем возможность модифицировать циклы стимуляции для того, чтобы нивелировать и быстро нивелировать высокие уровни эстрадиола. Мы можем делать модифицированные протоколы, мы можем менять так называемые триггеры овуляции, мы можем назначать антагонисты генадотропин-релизинг гормонов в достаточно высоких дозах и быстро снизить уровень эстрадиола. То есть процедура стимуляции, опасность ее не доказана, варианты снижения вот этих рисков и быстрого снижения есть, но это реальная помощь больным. Ну вот так будет всегда. Да? Вот. Затем сохранение фертильности путем криоконсервации ткани яичников. О чем говорила Ольга Владимировна. И это тоже, в общем-то, вопрос спорный. Подробно Ольге Владимировне было доказано, как это происходит. Но до сих пор обсуждаются вопросы возможности переноса из ткани яичников эмболов, которые провоцировали бы онкологические заболевания. Более того, тот вопрос, который задала Анастасия Анатольевна. А, генетическая предрасположенность к раку. Ну, Берсей, да, это рак молочной железы и гинекологический рак. Но идут исследования, и они будут проведены, когда, в общем-то, предрасположенность к раку других локализаций тоже будет, в общем-то, подтверждена. Все мы имеем предрасположенность к чему-то. Как поступать в таком случае? Поэтому число рожденных детей после трансплантации, оно невысоко. Вот по моим данным, 17-й год 100. Ольга Владимировна сказала 120, да? 140. Но невысоко. Это начало, это продолжается в течение 10 лет. И число рожденных детей небольшое. Значит, что мы должны делать? Мы все-таки должны думать о том, как двигаться дальше, и что мы еще реально можем предложить этим пациентам. И все-таки, вот с нашей точки зрения, эффективные реальные методы – это забор клеток, яйцеклеток при стимуляции. Консервация яйцеклеток или эмбрионов – это уже, в общем-то, зависит от женщины, если у нее есть половой партнер. И получение забор ткани яичников. Не всегда это можно сделать. Не всегда это можно сделать. Потому что вот мы начали вести эту работу, и приходили девочки, молодые, с острыми лейкозами. Вот они в крайне тяжелом состоянии. А забор осуществляется путем операции. Это маленькая операция, лепроскопическая, но тем не менее. И, в общем-то, вот технология дозревания, технология дозревания, то есть не просто законсервировать эту ткань, а потом, в общем-то, никак ее, так сказать, не тестирую, перенести в организм женщины, а использовать другие модификации и другие технологии, о чем я хочу, чтобы Айдар Назимович вам рассказал подробно о тех инновациях, которые проводятся в центре Кулакова. Что мы должны сделать? Вот мы говорим с Анастасией Анатольевной, мы пионеры этого дела. И мы говорим, и вот сегодняшние все доклады, которые, замечательные доклады, которые прозвучали сегодня, они говорят о том, что есть больные, есть, мы накопили определенный опыт, накопили. Этот опыт индивидуальный, каждая пациентка, в общем, достаточно индивидуально должна рассматриваться. Но мы не имеем никаких регламентирующих документов. И мне кажется, мы не должны вообще думать о том, что кто-то издаст приказ. Никто ничего нам не издаст. Мы должны объединиться, и мы приглашаем вас, хотя вот мы очень тесно объединялись, но пока это ни к чему не привело. Но тем не менее, мы должны сделать клинические протоколы. По каким-то нозологиям, по каким-то моментам. Мы должны это написать и утвердить. Потому что вы знаете, сейчас политику Минздрава, в общем, она определенно, что только клинические рекомендации, только мнение профессиональных сообществ будет регламентировать нашу деятельность. Это хорошо, но это мнение мы должны высказать, это мнение мы должны задокументировать, оно должно быть очень выверено, и юридически мы должны его тоже протестировать. Но мы должны это сделать, вы понимаете? Потому что никто, кроме нас, этого не сделает. И вот сейчас мы работаем и занимаемся этими проблемами. И больные приходят каждый день, и после самостоятельной гормонотерапии, рака эндометрии, и во многих других случаях. И как поступить? Мы, в общем-то, думаем и разрабатываем сами различные протоколы. Они, конечно, должны быть как-то легализованы. Это обязательно. И мы вас призываем, чтобы и нам было легче работать, и вам тоже. Все-таки в следующем году просто вплотную этим заняться. А сейчас мне хотелось бы передать слово Айдару Назимовичу, который покажет вам технологии именно новейшие, которые как экспериментальные разрабатывались, а сейчас мы думаем, они, в общем-то, их можно назвать и клиническими, именно для онкологических больных. Пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует...